Добрый вечер, друзья! Меня зовут Пётр Сальников. Сейчас ко мне через несколько секунд присоединится Павел Филюшкин, который запускает эту трансляцию для вас сегодня на Jambox.ru. И по скайпу с нами на связи Антон Логвинов. Короче, я не очень понял, как с друзьями играть. И он не очень понял, как с друзьями играть. Антон, привет! Мультиплеер. Нет опций. Очень, кстати, интересно. Короче, в эфир пробились. Очень интересная игра. Плей мультиплеер. Пока очень интересное меню. Антон, у тебя есть что-нибудь на экране? Скажи, пожалуйста. У меня ничего нет. Ну что такое? Ну что такое? Короче, не очень понимаю, что происходит. Эта проблема уже то, что мы не поняли, как добавить. Кто не знает, как с друзьями поиграть? Подожди. Я не очень понимаю, куда идти, потому что я нажимаю мультиплеер. Нажми мультиплеер, пожалуйста, Антон. У меня там пустое меню, там ничего нет. Ну, а вот у тебя там Rescue Hostage. Да, димога. Я тыкаю везде. У нас есть на этот счет, кстати, огромный документ, который мы, конечно же, не прочитали. Ну, на самом деле, я думаю, нам надо сказать для начала то, что у нас вообще сама игра запустилась буквально там 15 минут назад, наверное. Да. Хотя должна была запуститься в 5. Нет, здесь я уже все изучил. Здесь написано только требования и написано, как получить ключ, как активировать ключ. Тут, как бы, все легко и просто. И, в принципе, это такой факт, который даже не нужен особо. Тогда я не знаю. Но почему, да, почему у нас нету ничего? Ток, у тебя получается куда-нибудь зайти? Нет, там что-то была... У меня сначала игра запустилась, а сейчас было сообщение, что сервер того. Ага. То есть все упало. И сейчас я вешу на загрузке. А я не вешу нигде, потому что я нажал на мультиплеер в меню и меня выкинул на пустой экран. Ничего нет. Некуда идти даже. Есть опции. А я слышу других игроков, которые там что-то обсуждают. При этом, действительно, тут ничего такого нет. Ни хера нет. Да, я заново пошел запускать. У меня сейчас еще плей не горит. Ой. У нас тоже горит только мультиплеер. И за ним ничего. Пустота. Нет, вы не понимали, у меня в юплее ничего нет. А, в юплее перестал гореть плей. Так. А, юбисофт, что ты делаешь? Прекрати. Как здорово. А, у вас загорелось. У вас загорелось, у меня ничего не горит. Ну я перезапустил просто все это наглухо. Я перезапустил наглухо, у меня плей не нажимается. Так плей не надо нажимать, надо нажимать мультиплеер. Нет, ты не понял. В юплее. И Rainbow Six не отвечает. Но зато теперь понятно, почему это закрытая альфа. Закрытая. Ну непонятно, почему они сказали, что транслируйте, ребят, сколько влезет. Странслируйте, странслируйте такие. Давайте, давайте. Не надо, пожалуйста, мне искать поиски и устранения ошибок. Спасибо. Да, это, конечно, очень забавно все. So much stream. Very low. Rainbow Six. Матч Rainbow Six. Ну, короче, я хрен знает. Самая лучшая трансляция, в которой мы пытаемся поиграть. Я сейчас на трансляции черный экран. У меня тоже. Нет, у нас окошко. У нас окошный режим черного экрана. Опа-па, поехали. Так, что-то включилось, что-то включилось, что-то шевельнулось, Антон. Что-то шевельнулось. Мультиплеер. Мультиплеер у меня под замочком. Да? Теперь нет. Но там по-прежнему нет списка серверов. Нет, там не должно списка серверов быть. И, в общем, мне очень понятно. Ты вообще понял, как с друзьями играть? Ну, ладно, давай сначала игру запустим. Потом будем разбираться, как нам поиграть вместе. Ну, хорошо. Вот у меня она запустилась. Куда нажимать? Потому что у нас нет ничего. У нас есть пустой мультиплеер. Ты мультиплеер нажимаешь, и дальше игра грузится. Возможно, эта игра грузится. Просто об этом не знаю. Нет, там появляется экран загрузки. Я вот говорю, в последний раз я... У нас что-то пошло не так явно. Сейчас эта истерика будет. У меня плей не нажимает. Заходите на стрим прямо сейчас. Начинаем, ребята, давайте. Ологвинов.com И такие... У меня сейчас там в комментах сидит тысяч человек и смотрит, короче, этот пустой экран черный. Ну, нормально. У нас такая же ситуация. Я просто даже не знаю, что делать. Ну, то есть, в смысле... Трансляция Малевича. Уже прозвали. Rescue Hostage. Здорово. Поехали. Пожалуйста. Я везде уже нажал. Notifications. Zero. Зато у нас уже типичные комментарии. Пока гейминг. Пока гейминг. Да. Это не пока гейминг же. А, так сказать, альфа-тест. Юбисофт такой Юбисофт. Слушайте, у кого альфа-тесты гладше проходят, руки поднимите. То есть, я ни в коем случае сейчас не... Я тебе скажу. После Е3шная альфа-дестини работала нормально. И Волф. И Волф был, да. Биг Альф работал нормально. Волф. Еще Хардлайн работал нормально. Так что, нет, не принимается. Окей, все, сдаюсь. Так, я попробую перезапустить, короче, эту ситуацию. Потому что это как-то странно. Я пустил пока экран, чтобы все понимали. Причем, блин, у меня сессия одна запустилась. Надо было не выходить. А я зачем-то вышел. А у меня ничего не запустилось. У нас, кроме меню, да, пока нет ничего. Абсолютно. О, боже. О, Юбисофт. О, Лонг Джонс. Да. Так, ну мы уже дошли до стадии черного экрана. И, в принципе, пациента уже лучше это называется. Врачи назвали состояние пациента стабильным. Это не токсген, это PC. Ну, мы можем смотреть на логотип Юбисофта и стартовый экран. Тоже неплохо. Нормальный геймплей, я считаю. Интересно, почему оффлайн. Окей. Почему? О. Что-то случилось? Антон, Антон, Антон! Антон! Все, короче, запустилось. Антон, поехали. Самолетик заработал. Да. Роуг Спеер. Давай, раунд один атак. Я не знаю, что... Меня плой не горит. Все. Ну, мы держим руку на пульсе, так сказать. Термит. Тхатчер. Твитч. Эш. Я буду играть за женщину, потому что это модно. Что у нее? Ага. Мне надо быстро выбирать классы, иначе их занимают другие какие-то люди. Короче, я буду играть с автоматом. Мужик с автоматом. Лучший брак, сэп. Так, 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 так. Локация. Ну, правильно. Сейчас должна быть по идее стадия планирования. Где ты спавнишься? Я так понимаю. Хотя ты должен с командой по идее спавниться вместе. Ну, вот один на крылье. А, ну нет, в смысле. Это все голосуют, где спавнится команда. А, окей. У меня не Ubisoft, у меня Винда. Так. О, Антон, ты не представляешь себе. Это игра о гантелях. Гантели, которые сами катаются. Гантели-шпионы, которые умеют прыгать. Джамп-кулдаун. Понятно. Но недолго. Так, а, вот, смотри. То есть второй уровень. Да, все, понесно. На втором уровне, где-то здесь за стенкой. Да, Вуду правильно говорит, игра зависит в процессах. Ну, бывает что. Так, а гантель умеет забираться по лестнице? Да. Это вряд ли. Вот где-то там, судя по всему, за колючей проволокой. Ага, ладно. Антон, ты там запустился? Перезапустился. Что, Антон, происходит у тебя? Мы вот тут лезем на лестницу, например. Потому что, да, у нас уже action face. И на лестнице ничего нет, причем непонятно, зачем. Можно попробовать подаган. Кстати, обратите внимание на полицейские машины, судя по... Смотри. Конечно, ты упал и сломал себе руку. Что-то. Может быть, не только руку. А эти гланд бегают такие? Ну, я так понимаю, ты сейчас вот это вот, то, что ты трешь там, где бобо, у тебя, видишь, это лечится. Не, у меня не лечится, наоборот. Или ты, наоборот, умираешь потихоньку. Я замедляю время, замедляю по потере крови. То есть сейчас ты умрешь, короче, понятно. И, наверное, для нас на этом закончится. Ну, по спектателям. Да. Ну, по крайней мере, мы успели поиграть за гантелю. Уже неплохо. Да. Вы придумали, как играть вместе, нет? А ты? Все, you die. Я снова играю за гантелю. А, нет, это не я. Это кто-то. Это мой дрон. Пожалуйста, дайте мне. Так. А, то есть спектателям можно только с дрона, который стоит на месте. Да. Слушай, как играть вместе, нет. Вы за кого играете? Я вот террористом заделался. Ну, я в тебе не сомневался, Антон. Мы играем у нас... Синий это Raven Shield, по идее, да? А оранжевый это Rogue Spear. Так что мы за... Как раз... Против террористов. За контрол. А, ну, собственно, да, мы же вламываемся в самолет захваченный. Так что все логично. О! Ну вот уже лучше. Да, по крайней мере, мы можем посмотреть. Вот два на два осталось. То есть истребляют всех быстро. Какие-то французы в чате. Ну, правильно. Наверное, французы первые, у кого заработало. Это разработчики, Антон. Скажи им что-нибудь. Ваша игра протор работает. Опа, я играю, пацаны! Пустила. Теперь осталось нам выяснить, как играть с друзьями. О, мне как-то погиб только что, видишь, и стал один против двух. Так, 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 нужно баррикадироваться. Я помню, я играл на Е3. Сейчас все будет предельно быстро. Так, правильно, баррикадирую, пацан. Мне нравится, что это все-таки игра протор. Баррикадирую, все! То есть, реально, медленный для шутана совершенно. Перемещаться надо медленно, аккуратно. Поставим такую штуку. То есть, не Call of Duty. Не Call of Duty, да. Ребята, это свод. Это не Call of Duty, это совсем... Все, время еще стекло. Мы просрали, Антон, а ты как там? Я баррикадируюсь. Что-то я не там поставил свое укрытие, но... О, его можно подрядь, поднять. Подрядь. Поднять, что-то у меня это... На радостях. Дикция отказала. Да. Так, ну, в общем, я пошел в раунд 2. Теперь защита. Защита, да. Castle, Smoke, Rook, Mute, Pulse с дробовиком. Забаррикадировал только что окно. Это очень эпично выглядит. Мне очень нравится. Так, здорово, чувак. Я здесь держу. Ага, смотрите, короче, пульс может, значит... Идут! Идут! Смотрите, у Антона там какой-то триллер полицейский, по-моему. На тебе, сука! Зашел, да? Ой, извините, нельзя же ругаться. Я только что убил своего первого контра, поэтому мне было очень весело. Видишь, Антона везет больше, чем нам. Ааа, меня убивают! Кстати, петь, а ты играл? Я только что убил второго контра. Честно признаюсь, это первый раз, когда я, в принципе, играю в любой Rainbow Six. Я много о ней слышал, но когда она вышла, типа 90-какой там год был, первая часть. У меня был, естественно, Pentium 100, на котором не запускалось примерно ни хера. Вот. А потом как-то стало уже не до этого. Ты кто много пропустил? Слушай, я понимаю, что я много пропустил, но мне все время раздражали шутеры, в которых нет... А вот это чья гантели ездит? Ээээ... Видимо, вражеская. Теперь мы же в самолете. Да. Ага. Так, мы в самолете. Ой-ой-ой. Что тут придет? Мне кажется, это гантели, как-то, а потом нет. А, это подготовка. Да. Во, экшн-фейс. А что я могу to barricade? Я могу так. Баррик... Не, это, конечно, совсем не так, как в старых Rainbow, но... Но... Как бы... У меня просто в старых Rainbow дико стягало то, что там не было оружия на экране. Один прицел. Что это за шутер? Говорил я себе. Я просто не понимал специфики. Ну да, да. И... Не, это была игра, где... Ух ты, ёшкин кот, что творят-то? Нам уже говорили, что это симулятор потерь крови. Кто-то уже... Друзья, я тут убил третьего контра. Я просто чувствую себя... А как мне воспользоваться моей... Я убил уже половину команды. Слушай, нам срочно нужно с Антоном в одну команду. То есть мы хотя бы не будем чувствовать себя настолько ущербными, мне кажется. Мы нормально все чувствуем. Да нет, ну слушай, ну... Не, ну пока все нормально, но пока у нас еще... Где они? Фаза, что мы ползаем... Не знаем кто... А мы победили между тем. А я убил кого-то, но все равно проиграл. При этом смотри на полицейские машинки. Они британские. То есть, видимо, где-то в Хитроу захвачен самолет. Там, кстати, тема в том, что будут дофига подразделения, в том числе наши. То есть обыгрываются real life, так сказать, ситуации. Интересно, кстати. Следж. Use the bridge and hammer to bridge to destructible surface. Ага, понятно. Короче, у каждого бойца своя роль. Ну, это ясно. Обезврежение ловушек, уничтожение укрепленных стен, пробитие стен. And automatically detonate. Bridge launcher. Ладно, давайте за женщину. Так, опять темные экраны и звуки на фоне. Ну, то есть, пока нам с игрой везет больше, чем Антон. Ну, по крайней мере, с игровым процессом. Нас двое, потому что. Антон один. Да. Но по фрагам Антона больше. По фрагам Антона сопережает. Так, меня вообще слышно, нет? Ну, Антон, мы тебя слышим. У нас в эфире тебя слышно. Я понял, да, извините. Короче, у меня реально черный экран, closed alpha написано. И на фоне явно происходит геймплей. Короче, круто, тинюшка. За слепого спецназа сыграешь. Беги на ощупь, Антон. Так, мне надо найти заложников. Кабина пилотов. Да. Кстати, меня немного смущает текстурки. То есть, я понимаю, что alpha все такое. Ну, здесь смотри, мы играем в 720. Кстати, об этом надо сказать. Мы играем в разрешение 1280 на 720. И это не репрезентативно, как бы. То есть, не финально. То есть, да, даже вот в гайдлайнах, которые там вот около петель лежат, написано, что нужно играть в Full HD в 60 кадров в секунду. У нас 60 кадров в секунду, но 720p. Поэтому, наверное, так и выглядит. Да. Давай вот, прям через этот. Я пойду с молотком. Давай, давай. Я видел в трейлере, как круто, короче, фигарить можно молотком. Что? По стенам? Да, можно по стенам фигарить. Нормально. Стены промамывать молотком. Полетело. Меня какой-то мудак убил, Антон. С тобой такое случалось? Причем все влезли в ТВС последний и тебя сняли. Я решил проверить, на самом деле, что у меня есть, кроме этого. Потому что, честно говоря, интерфейс, ну, мне кажется, не самый очевидный. Это да. Выбираешь, короче, где, откуда штурмовать. Каждый раз заходят контры из разных мест. Вы уже ползали по дому? Там вообще можно ползать, типа, в самых разных москостях. Нет, у нас пока самолет, поэтому мы пока только по самолету ползаем. А, у вас другая карта. Ну, это все очень любопытно, как бы, ну, так сказать, как явление. То есть, вот это вот Rainbow Six. Расскажите вообще, парни, про то, что такое Rainbow Six. Я вот говорю, это первый Rainbow Six. Первая игра с брендом Том Клэнси, если что. Ну, да. Вышла одновременно с книгой. Rainbow Six. То есть, это... Когда Том Клэнси решил заняться играми, ну, свою франшизу на игры распространить, они вместе с Red Storm'ом сделали Rainbow Six. Первая вышла одновременно книга. Игра была, типа, серьезный симулятор контртеррористического подразделения, где ты менеджерил команду, где ты планировал операцию. Это, собственно, главная фишка игры, которой здесь не будет. В этом новом Rainbow Six. Его давно уже, 10 лет нет фишки в игре, но ее за это все любили. То, что ты сидел, как, типа, командующий спецотрядом и планировал, откуда вы заходите. Ну, то есть, есть карта дома, здание, есть информация о врагах, о заложниках, и ты планируешь такую, типа, операцию прямо по разным группам, кто откуда заходит. Вот здесь они открывают дверь, эти кидают гранату. То есть, ты это все в редакторе прямо расставлял и после этого проигрывал. И игра была очень жесткая. Там с одной пулей все погибали. Ты мог контролировать любого бойца. Ну, то есть, это прям такой серьезный тактический симулятор был. Потом начались 2000-е, упрощение, превратили все в дикую аркаду, которая, ну, все, неактуальна со временем. И сейчас это, типа, такое, типа, помесь оригинального Rainbow Six, хардкорного, да, где с одной пули почти все умирают, и вот этого аркадного. То есть, планирования нету, но есть тотальная разрушаемость всего и вся, зданий, любых стен. И этот, при этом, ну, сессионная игра, да, где противники не АИ, а живые люди. Ну, при этом ты его можешь собрать. Смогу, да. То есть, тебе нужно перекрыть все входы. Я не очень понимаю, честно говоря, что происходит, потому что нас кидает этот четвертый раунд на этой карте, и, типа, мне говорят сначала припадут. Нет, ну, то есть, смотри, сначала ты захватываешь самолет, сейчас тебе нужно защищать самолет, чтобы в него не проникли. Так... Опять, короче, все повисло на загрузке. Вот как вот. Я, короче, все заделал. Все дыры. Ну, то есть, короче, если грани грусти, опять же, защищать на повисло. А где заложник? А, вон он. Куда он ушел. А, пожалуй, кстати говоря, можно здесь сделать вот так. Вот так, чтобы эти суки не проползли. Почему бы и нет, собственно говоря. Вот это еще. Отсюда сейчас будут ломиться в жопу к нашему парню. Класс. Дефянки. Кстати, уникальная возможность попасть в те части авиалайнеров, которые вас, скорее всего, никогда в жизни не пустят. Я бы хотел заметить. То есть, я не знал, что у самолета на третьем этаже находится. А там вот что-то есть. между тем, уже смотри, уже там борьба, бой прям идет. Там уже что-то, что-то делать. У меня обратная ситуация. Меня опять кидает, короче, на... на дом. В общем, я выключил чат. Кутежа. Я выключил чат, короче, в настройках он все равно прорывается. Кстати, мне интересно, насколько колючая проволока задерживает человека. Ну, фиг знает. Дроном я мимо нее поеду. Что-то тут... Что-то пятюкает и летает. Нет, ну, видимо, кто-то стреляет. С той стороны? С той стороны, да. По пяткам причем. Так, ну давай, не повисни, пожалуйста, пожалуйста, не повисни. Кто-то вызвал СТОРД. А, лямовый я! Вот, а... О, вот что это! Трудный момент, то, что когда ты играешь за контров, то, что вначале вы запускаете роботов, дронов, чтобы пометить всех противников. И можете следовать карту. И узнать, и важно узнать, где находится заложник, потому что его террористы могут перемещать. О, смотри, смотри, кто-то там за дверью спрятался. Да, он не очень скрывается. Да. Мне вот интересно, ну, то есть, кстати, вот... В интеракте. А, вот это... Аааа! Я победил! Наконец-то, да. Так. Так. Ой, извините, ребята! Аааа! Нет! Я своих подорвал на гранате, но бывает. Неплохо. Медаль тебе за это. Как достать молоток? Я не понял. А у тебя там как в ММ-шечке, короче, должны быть. Вот. И можете дронов просматривать в любой момент. Как бы... Главное, чтобы их не запалили террористы и не уничтожили. Вот чувак повис на веревочке. Да, не очень это сейчас красиво выглядит, но в целом ты можешь подняться с любой стороны здания и светиться из любого окна. Это тоже мне дико понравилось. Нам тут пишут картиночки. Пацаны в очередной попытке поиграть с Антоном Логвиновым. Бород этого. Да. Не, нормально. Мы поигрывали с Антоном Логвиновым. Но не сейчас. Сейчас пока мы даже разные локации зачищаем. Зато у вас будет объективная выборка мнений. Да. Честно говоря, я не знаю. Ну то есть я трезвый. Я не то чтобы сильно устал так, чтобы у меня глаза слепались или еще что-то. Но я вообще не понимаю, что происходит в этой игре. Реально. Я не могу разобраться и такое чувство... Ты начинай стрелять, например, по по окружению и сразу поймешь. Да? Потому что у меня сейчас такое ощущение, как будто я играю в World of Tanks первый раз. Никогда до этого не играв в World of Tanks. Опа! Здравствуйте! А как его пометить? Как пометить полудурка? Полудурок? Все, я тебя уже увидел. Где-то штору повесил. Пока. Вот еще один. Я взял, короче, молоток и молотка не было. Еще один ползает. Меня это очень расстроило. Смотри, здесь пока один. Это... Короче, интересно, что он так хуверкался. Таким образом, один в комнате с этим... с заложником остался. Остальные бегают. Он был луз. Интересно, что такое нитроцелл. Вы знаете, что такое нитроцелл? Хороший ходит, по-моему, там. Ну так ты стреляй. А хотя не знаю, зачем выстрелили. У тебя гранаты есть, может гранаты кинуть. Да, гранаты. Вот, прям подверлить тело. Махабумка. Смотри, как хорошо. Давай еще. Там наверняка есть его друзья. На этом я у тебя кончил. Теперь пора ломать дверь. у тебя кувалду должен. Ой. То есть, это вот человек в такой неудобной позе. Да, он лежал так, а потом рожает. Знаешь, как было в фильме особенности национальной охоты жизнь захочешь не так, я знаю. Ты баррикадировался уже нормально так? Ха? Вот, видите, контры нас раскрыли. You blew my cover! Мочи! Вот, самая тема можно забаррикадироваться и прострелить себе дырочку и через нее мочить как бы мудачков, которые прилезут. Подглядывать. Да, время загрузки, конечно, космическое. Ай-яй-яй, вот меня, короче, да, подглядели. Ну, не GTA, вот, видите, он залез на крышу, свесился и меня через окно жахнул. Мне кажется, я дал себе достаточно шансов понять, что происходит. Может, махнемся? Можем попробовать. Видишь, нам говорят, что лучше бы Бастион постримили, как предполагалось. Вы, как из Бастиона постримили. Еще успеем Бастион постримить. Хочется реально спросить, но господа, вы не видели Бастион никогда? Он же не изменился, я уверен. Согласен. Никак. Я, короче, потерял связь с сервером, но это хорошо, потому что меня убили. Никто из четырех не догадался подстрелить движущуюся гантелью. Не подсказывайте им. Да, это важно. Нужно ботов уничтожать, потому что они потом могут подсматривать через них, что происходит. ты что-то грустный. Ты не понял, как работает игра? Сосал невкусный. Тонплейс, Рейнлус Икс, а вот, да, 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 да. Очень увлекательно. Что? Слушай, мне кажется, что что-то сломалось сейчас, потому что загрузка какая-то очень долгая. игра реально работает, только когда мы сидим в той позиции, в какой мы сидели. А сейчас мы пересели, и все, у нас, нет, только я не буду работать. Да это я пойти не могу. Нет. Пока статистику посмотрю. Неплохая, кстати. Давай, работай, работай, работай. Рейнлус Новинка, всем интересна. Новиночка, да. Потому что не все получили доступ в Альфу. Я, например, вообще последил, не видел, что Альфа даже началась. В самолете. Ну и где, 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 где? Интересно, а как перемещать заложника? Или это только один может кто-то? Блин, меня забаррикадировали в комнате с заложником. Зато ты можешь его охранять. Бастет. Нахуй. Спасибо, Антон. Ай. И ведь даже ничего не сделать, потому что за пультом должен сидеть. Так-то прошивается хорошо самолет, но мы его превратим в крепость. неприступную крепость. А, Антон, так ты тоже же в самолете? Да. Что же у нас тогда так было? Может, нас пытается перекинуть в дом и не может. Да, господи, меня всего забаррикадировали. Извините, ребят, я хочу вперед пройти куда-нибудь. Я все замотаю. Нет, прямо интересно, эта загрузка все еще идет или уже нет. Что-то я не туда куда-то пришел, ну ладно. Я даже боюсь нажимать. Вот, вот, у меня такая же ситуация. Просто сейчас так. Заре он ломал. Ну что? Так, это интересно. Я занес кнопку. Если вы не понимаете, что все стенки в этой игре простреливаются, не работают. Это очень больно. Так. Надо просто было... Набал пароль. Да-да, нужно было просто кнопку. Опа! Поехали! Дом! Правда, старый домик. И мы играем за французиков. Мы играем. Вот. Судя по флагам. То есть, это дом во Франции. В предместьях Франции где-то. Так. Кто здесь? Не здесь. Что-то у нас так крошат. Я почему-то катаюсь по дому и не вижу никого. Видимо, все наверху. Это то, что ты у самого парадного входа тусуешься. Ты кого там рассчитываешь? А-а-а! Всех! В самолете ты все у пар... Во, привет. Дебил, что тебе надо? Идите сюда. Это один, друг. Так, это мужчина грустный сидит. Ну, по крайней мере, я видел, где сидит грустный мужчина. А почему мне не дали выбрать персонажа? Ты будешь играть за спецназовца с Фамосом, короче. не пофигу. Долго грузилось. Да. Грая решила за меня, кем я должен быть. Наверху, наверху, на втором этаже! Так, сейчас начинаю, наступает опасная херня. Вот прямо в окне он вылезал. сейчас тут... Бросим туда. А, уже... У меня, я так понимаю, у меня флэшбэнк. Ай-яй-яй-яй-яй! Так и знал, сука, что... Извините. А вот они на второй этаж лезут. Может быть, надо... Я тоже так хочу. А наверх совсем подпозритель. Давай. Смотри, команда захватила этого заложника. Они молодцы. Класс! Класс! То есть, пока я здесь пытался залезть на дом, мы выиграли. Красота! Я сейчас вышел в главное меню, и у меня все мигает. Ой, господи, как же это... Ладно, давайте пойдем с крыла. При этом мы все еще играем за Рейвеншилд. У меня классный, у меня есть классный комментарий, парни, вам понравится. Он не имеет никакого отношения к Рейнбоу Сиксу. Вот это классно, с заклеенным. Да. У него, кстати, дружище Иисус спрашивает у нас в комментариях на сайте. У меня такой вопрос, ребята, ни единого знака припинания, кроме точки в конце. У меня такой вопрос, ребята, кто-нибудь прошел рожденная кровь? Что-то сюжет напоминает черной душа или мне просто кажется? Это дом, где стоят сервера Юбисофт. А-а-а, так вот оно что. Тогда все понятно. Так, что сейчас было? Вот, надо было бы... Смотри, я понял, чтобы все голосовали за одну точку спавна, надо просто первым успеть. Оп. Окей. И все голосуют за одно и то же место. Вот, видишь, около заложника. Альфа такая, альфа. Ай. Не дали мне выбежать. Ладно. Ну ладно, я забаррикадирую туалет, пожалуй. И пусть там сидит чувак. Все. Шкаф, я думаю, баррикадировать не обязательно. Ну вот так-то прикольно. Мы можем заходить с разных сторон. У меня вопрос только в одном. Почему все забаррикадировались в одном месте? И все. В чем тактический замок? Да, да. То есть, ну окей, мы забаррикадировались. Можно еще вот шкаф забаррикадировать. На всякий случай. можно зайти внутрь и там забаррикадировать. Собственно. И считаю, что вот окна можно закрыть на всякий случай. Ну, надо дольше. А то он не успевает степлером строительным примить его. Сейчас будем бричить. Это вот наш чувак? Ну, в сути, потому что еще жив. Да. Не смотри, у меня есть какая штука. Оп! Что это? Да ладно, щит? Привет. Классно. Можно здесь сидеть. Давай, вперед. Я знаю, ты смотришь. Ты 94-го года рождения. Ты там себе друга нашел, Анатолий? Да. Мне интересно, а вот я могу все забаррикадировать? Или у меня есть какие-то... баррикады по ходу бесконечные. А, обратите внимание, кстати, что за каждое действие вы получаете... Это было неожиданно. Антон, тебе надо предоставлять услуги телефонный триллер. То есть тебе кто-нибудь звонит и просто слушает, как ты играешь во что-нибудь страшное. Реакшн видео. Так, детская комната. Отлично. Детская. Детская комната милиции. Пока... Раз, пока никто не пришел. Голубайсит. А, я так чувствую, никто не придет на самом деле. То есть можно просто пока забаррикадировать весь дом. Нет, стоп. А как это получилось? Потому что я сейчас посмотрел на вражескую команду и там не было ни одного квадратика с игроком. Я тоже не понял. И я такой подумал, что, ну, видимо, никого нет. Оказалось, что они откуда-то появились. Слушай, а действительно там никого нет? Но при этом как-то они проникли и убили заложника. Это было странно. Так, так, так. Вот, бридж-чардж. Попробуем вот такого. Так. Я хочу сзади во дворе проникнуть в дом. Глогвинов тоже с ПК играют. Все играют с ПК. На самом деле, альфа доступна только на ПК и на консолях будет доступна только бета. Покупайте ПК. Пока можно записаться на бету и попробовать получить бету. Либо на Xbox, либо на PlayStation 4. Либо на ПК. Ладно, давайте вместе тогда через Construction Site пойдем. Слушайте, а Том Клэнси умер же в прошлом году, да? Вообще кто-нибудь... Но дело его живет. Да, а кто-нибудь читал это? Ну, то есть, насколько... Эй, а где заложник-то? Насколько стоит интересоваться первоисточником? В смысле, это между книгами? Ну, такие, слушай, книги, они такие. Типа слепой против... Да, слепой против хищника, там, вот такие вещи. Ну, примерно. Слепой на зоне. Не, ну он из предстоятельствует, слушай, это человек, который 11 сентября предсказал. Да. Алло, да. Я никого не нашел, никого не увидел. У нас опять, вот мы играем против непонятно кого. Втроем. Да. Всем, по-моему, надоело. Я, короче, не очень понимаю, почему я не могу поиграть с Петей. Вот, мы тоже это... Мы бы вдвоем сейчас гораздо толковее все бы это... Ну, у нас хотя бы хоть какая-то история была. Ну, да, мы могли бы как-то, ну, что-то осмысленное делать. Да, потому что сейчас мы просто бегаем, ищем. Так, а никто не может, то есть, это не наша с тобой проблема, Антон. Никто не может поиграть ни с кем. Ну, то есть, нет интерфейса создания матча, есть интерфейс войти в готовую какую-то предпред... У моей команды... Ну, этот... Она захватила... А, вот, господи, я думаю, где же он? Спуск в подвал, он же должен быть где-то. Хотя бы прикрою пацанов. Чего я? Это самый бесполезный матч. Команда спасает заложников от никого. Самое крутое, что... Зато смотри, зато, смотри, флос, раунд, бонус просто. Да, это классно. Только я не понял, почему заложник считается выведенным, когда ты выходишь просто из дома, фактически. В общем, да, территорию, по идее, надо покинуть. Посадить его куда-то, чтобы он ехал. Зато я уже понимаю, откуда у человека там 4400 очков. Я думаю, надо как-то перезагрузить игру. Все-таки... Да, потому что мы сейчас опять будем втроем играть против никого. Против никого, да. Тексты пишет нам никто. Так. Ну, посмотрим. Друзья, и сразу после трансляции, вот у меня буквально вот, вот уже буквально, вот он, интерфейс администрирования элитным ресурсом об играх Jambox.ru, он у меня открыт, и палец у меня прям занесен над кнопкой опубликовать в материале под названием «Пьяные души 2» Бладборн, в котором также, в создании которого также принимал участие на... Да, они видят! Вот этот вот там кричащий, кричащий Антон. Почему вы его не назвали «Рожденными пьяным» как раз? Чтобы прям так совсем. Как пьяные души были, тут нужно было такой. Ну что, рожденный... Познавим сюда камеру. Чтобы было понятно, что это Бладборн. То есть, «Рожденный пьяным» есть в титре, в самом ролике. И у нас опять самолетик. Да, у меня тоже самолет. Чего вам самолет не нравится? Я не очень понимаю. Нет, нам все нравится, все устраивает. На самолете нам, по крайней мере, было с кем поиграть, в отличие от дома. Парни ничего не забаррикадировали, я смотрю, на верхнем этаже. Я, короче, пока со спецспособностями вообще не разобрался. Я пока вообще не особо разобрался. Такое чувство, что мы в World of Tanks играем. Серьезно. У меня было такое ощущение, когда я впервые запустил World of Tanks. После этого я в игру не возвращался. Только на Xbox 360 еще попробовал. То есть, элементов управления как будто бы немного, но все очень медленное и какое-то очень специфическое. То есть, это не... Ну, при этом... Не эгэ-гэй шутер, вот такой, в привычном понимании. При этом, я опять играю за бойца Асас с Фамосом. Французского. А, я так понимаю, что... Так, нет, свой. Свой. Friendly Fire, минус 5, кстати. Вот. Просто откуда-то прилетело, я машинально так... Интересно, как они так падают? Вот именно назад. То есть, ну понятно. Ползать, это понятно. Упасть на жопу. О-о-о-о. Причем, этот твой же был. Да. Ммм. Вот вам, вот вам рекрут. Французский. О-о-о, красота. Наняли. Так, парни. Спину подстрелил. Спасибо, Антон. Мы тут брали комнату. Вот это настоящий Rainbow Six, когда с двух сторон, короче. Взяли, зашли, отработали пацанов, как надо. Антону пока везет больше. Антону нравится игра, мне кажется. Да, Антон умудряется получить удовольствие, потому что мы пока в спите сидим и не понимаем, что происходит. Я просто не понимаю, как можно угорать по хардкору в Матборне и не угорать по хардкору здесь. Ну, то есть, это реально умная концепция. Да? Ну, да. Мне кажется, просто надо так хорошо и основательно поиграть. Вот, кстати, интересный сейчас. Попытается взорвать пол. Смотри, получилось. Пол взорвался. Ну, подниму, почему нет. Вот. Ну, это было без шансов. Проще было взорвать человека, мне кажется. Вот тут уже комментарий, короче. Стрельба, как из игрушечных автоматов, движок не впечатляет. Движок его не впечатляет. Стрельба, короче, стрельба как раз по звукам, самое, что и есть, настоящая. Это скорее для задротов. Да, чтобы все понимали, просто настоящее оружие стреляет довольно скучно. Да. И, собственно, гениальность DICE, например, в том, что они все звуки всех стволов сочинили. Это была прям суперработа. Здесь просто у людей другой пойнт. Им надо удовлетворить как бы старую гвардию. Ну, здесь же много с моноклем старых фанатов. Ну, вот у тебя есть комментарии как раз. Вот. Это нет. Комментарии... Люди, человек, который не очень понимает, что он говорит вообще. И... Какую игру показывает? Так он стреляет просто, ты не понимаешь. Он вот сейчас досмотрит твою трансляцию и пойдет стрелять из игрушечного автомата. Не, он, кстати... Он знает толк, понимаешь? Не, ну, кстати, у меня интересный вопрос. А в Вегасе разве не так было? В Вегасе не было. В Вегасе очень аркадный шьютир был. Во-первых, назови 10 отличий Вегаса от... Этого... Advance Warfighter. Ну, то есть, это же были очень похожие игры. Не, ну, я просто... Я не в курсе. Я вот как раз не играл. Я не уверен. Я последний раз играл на PlayStation 2. Аркадная история. Ну, то есть, Advance Warfighter еще был ничего, кстати. Вполне себе. Вегас это совсем уже такие... Скучные игры на 7-8 бамов были. Тогда понятно. То есть, здесь еще интереснее становится. Ну, может, тебе там больше бы понравилось. Там бежишь просто по Вегасу, все взрывается. Убиваешь 100 врагов за уровень. Нет, ну, слушай. Если мне нужно такое, мне можно и в Call of Duty поиграть. То есть, все взрывается, убиваешь всех. Чувствуешь себя терминатором просто. Я сейчас поплатил. А, нет, с другой стороны. Парни, парни, меня кто-нибудь поднимет? Нет? Сейчас придем. Сейчас у нас загрузка закончится. Да, да. Нас, походу, дело опять перекидывает в дом. Там, видимо, вот 6 раундов прошло и меняется локация. Надо, чтобы нас перекинуло в дом с другими игроками. Дай-ка еще раз попробую, короче. Да, давай, попробуй. Можешь даже попробовать с геймпадом поиграть. Может, тебе больше понравится. Не знаю, не знаю. Сейчас, короче, постарайся тут ничего не сломать, потому что сразу после трансляции я хочу публиковать наш суперспец. И там я все уже наладил. Надо три раза нажать, три раза кнопки. Слушай, в этом плане... Можешь не волноваться. Я знаю, как работает наш сайт. Антон, ну как так можно было? Кстати, надо поставить это... Чувствительность поменьше. Не, я уверен, что если бы мы, по крайней мере, знали хотя бы, что происходит у Антона, мы бы тоже могли больше удовольствия получать от игры. Мне кажется, просто нам нужно на этом ноутбуке открыть... Да, кстати, у нас такой сейчас аудиоспектакль происходит. Потому что, да, у нас реально, мы тут Война Миров просто слышим. Война Миров у нас вот здесь, что это? Что это такое? Это да. Что это за Война Миров? Понятно. У тебя здесь все хитро. Тут нужно экспертное мнение Игорь Белкин и говорят нам. Наверное. Кстати, Игорь Белкин, наверное, мог бы уже давно играть. Я не знаю, по какому времени у них там сейчас. Тут дело не во времени, а в том, что это только на ПК, понимаешь? А, да. Он же маковод. Маковод. Пчеловоз. Да. Там, видишь, дружище Иисус написал, я думал, это будет подкаст. Ну, в принципе, да, практически. Да, практически он и есть. Какие-то непонятные локации пишут на пользователь Сэмпл. Частный большой самолет с одним заложником, частный многоуровневый особняк с одним заложником. Нет, ну самолет-то вполне себе похож на этот, на Боинг. Дремлайнер, или как он там? Короче, большой двухэтажный Боинг. Я мало летаю на самолетах, поэтому... Я просто не разбираюсь. И просто, ну да, то, что там один заложник, это немного странно, потому что в Counter-Strike там было их четверо-пять. Так неважно, ну то есть, ты понимаешь, что нужен бандит. Они всех выгнали, а тебя оставили. И тут ты понял, что ты в жизни что-то сделал не так. Вот в этот момент реально. Что-то, как говорится, если вы обнаружили себя в багажнике с заклеенным ртом, значит что-то у вас в жизни пошло не так. Тебе нужно, по-моему, тоже пароль набрать. У меня какой-то шок-дрон сейчас. Знаете, что с ним можно сделать? Давай. Судя по тому, что он шок-дрон, он, возможно, обезвреживает временно кого-то. Мне там тазер встроен. Ну вот интересно, как им воспользоваться можно, чтобы обезвредить кого-нибудь. Ну я, кстати, я заметил, что у солдат есть эти кнопки, а вот внизу экрана. А вот у дронов нету. Мне это правда странно. То есть, если есть какие-то возможности, то это должно работать. Так, это мы в самолете опять? Да, нас перекинуло в самолет. И в этот раз среди чемоданов сидит заложник. Эту дверь, я думаю, не обязательно. Хотя... О, вот отсюда. А что у меня здесь? У тебя щит. Супер. Ну так это же отлично. Давайте... Можешь еще присесть. Я, короче, не, я сделаю проще. Я сделаю вот так. А, то есть ты будешь дать, что кто-то придет отсюда. Сейчас, смотри, сейчас приедут тебе гантели, увидят, что ты тут сидишь и никто не пойдет. У нас Action Face уже, все, никакая гантель не приедет. Вот отсюда точно пойдет. Нормально. А, шок дроны, это просто после ста... Видимо, после начальной стадии ты все равно можешь еще раз дроны запустить, с собой таскать. Я до конца не понял, но походу так. А, и у меня есть, кстати, смартфон, чтобы смотреть со всех камер. И можно пометить, да, врага, врага, и вот... А как ты его пометишь? Или нет? Или мне кажется, я ничего пока не понимаю, я ничего, я ничего не знаю! Идут, 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 пацаны, идут, идут, идут! Это где мы? Это мы cabin staff, это не на первом этаже. Main corridor, Cargo Hold. Ну вот смотри, Cargo Hold, в принципе, ты, как раз, находишься в Cargo Hold. Ты вопрос, какой этаж? Так, четыре противника. Окей. При этом... Ну, тут же стенки. В стеночку. Нельзя. Мне кажется, я нормально устроился, я вообще не могу где-то, правда, мне, да. О, энермии спаунда хвостов, тебе нужно срочно направо. Блин. О, нормальный. Интересно. Короче, первый раз я как бог всех положил. Не, ну, пока нет, здесь забавная разрушаемость вот эта вот. Стрейно можно там прострелить себе небольшое отверстие в стене и через него отстреливаться. Но недолго. Да, Господи, так. Слэшхаммер, все, акцент. Человек с кувалдой. Да, кто может быть лучше мистера? С кувалдой. Я предлагаю по последнему раунду. Да. Тож уже восемь. Антон, ты как, до утра будешь шпили-вили? Да, я буду, как бы, играть достаточно много. Поэтому, пожалуйста, отправляйтесь отсюда. Да никуда не отправляйтесь. Отправляйтесь смотреть пьяные души. Вот, есть у тебя мечты. Пишут, что ты скучаешь по Бладборну. Скучаю, это правда. Ты его еще не прошел. Не прошел, поэтому скучаю. А иди, пройди. Иди, пройди из такой смелой Бладборн. Ну так мне ж, игру никто не даст. Все же сейчас сами играют. Мне нужно немножечко понизить чувствительность. На самом деле нам пишут, что человек пишет, что я смотрю две трансляции одновременно. И там не лучше. Просто Антон, он чисто делает вид, что угорает. А на самом деле... А, так же шарает самое... Опа-па! Здравствуйте! Конечно, я делал вид, что я угораю. Мне же вообще не... Я вообще сижу ем, скажи. Да. Так, здесь мина. Меня еще прикалывает, что... Ну, ты не можешь помечать никого. Ты не можешь видеть сквозь стены. Ты не можешь ничего. Ты можешь только запомнить, что здесь вот поставили ловушку. Ну, так это... Это же хорошо. Да, это классно. Давайте, пацаны, сейчас меня опять пристрелят. Да, да. Ты там следи за самолетом. Что я делаю? А-а-а! Сука! Да! Ладно. Так, вот здесь я где-то катался. Нет, по-моему, это с другого стопа. То есть с другого... Опа-опа! Не, ну вот это... Не, смотри, у него не по 5. Понимаешь, в этой игре, как бы, самое крутое, это вот это чувство, когда здесь прилетает граната, это не как в батле, когда, ну, практически, это... Интересный эффект. ...равно куче трупов. А здесь ты такой, а-а-а! Нужно бежать, поскольку она медленная. Медленная, совсем другие эмоции получаются. Картины классные. Никто не обращал внимания на войну микробов в самолете. Картины все война микробов. Все посвящены батальным сценам в истории микробов. Это вот в этом зале, а в том зале там какие-то коровы. ...сейчас наберемся там, да? Never go, Hose. Ну и что, у вас не получилось распробовать никак? Нет, пока. Мы слишком быстро умираем. Мне кажется, ну, то есть... Наверное, как мне попадались очень пустые раунды против никого. Да, опять я очень быстро умираю. Да, я понимаю, что это альфа, но мне кажется, что игре явно нужен какой-то туториал. Но то вот прямо для тех, кому достался. Ну, потому что, ну, непонятно, что делать, познавать процессы. Ну, я... Ну, слушай, вот в Матборне ты на это не жалуешься. Не жалуюсь. Так это сингл, понимаешь? Там хардкор в том, что это PvE. Здесь хардкор в PvP. Все творят, что хотят. Тоже нихера не понимают, на самом деле. То есть они убивают меня просто потому, что знают, что для того, чтобы убить меня надо стрелять. А то сейчас всех займут. Так сказать. Вот. И я уверен, что те люди, которые нас сейчас убивают, они точно так же, на самом деле, чувствуют себя полными идиотами. Такие, что здесь происходит? Да, и кроме того, Bloodborne-то это, извини меня, как ты заметил, верно, это четвертая игра уже, считай, там в серии. Ну, окей, в номинальной серии. Я был знаком. Я не вижу, какой здесь туториал, поскольку смотри. Всего шесть классов. Так. Очень простых. У каждого по одной объемке. Ты шесть раз нажал, шесть, ну, все понял. Так. Как вот, как это применять? Но то, что нету, типа, вот я не понимаю, как спешл применить, вот это проблема, да. Ну, то есть туториал, ну, не знаю, он будет пять минут занимать. Ну, и хорошо. Эти пять минут тебе объяснят, ну, как бы, вот спешл. У тебя он есть. Как его применить и что делать? Окей. В каких ситуациях его эффективнее применять? Ну, то есть, как бы, все, я, конечно, понимаю, что здорово будет потом написать. Это что? Это что? Ты что? Ну, это, это, это... Как это нашли заложника? Ну, это приехала гантеля и увидела заложника. А, окей, гантеля увидела заложника. Вот. А ты давай баррикадируй дверь пока. Да нет, я... Корова. Вот, вот видишь, корова. Мне кажется, это какой-то караван. Ну, да. Караван-караван. Ты... Кору-ван, собственно. Кору-ван. Да. Блин, а как... Знаете кто-нибудь, как веревку закидывать? А в доме, это надо смотреть на самый потолок и появляется. Чего? А зачем вы, ребята, все заклеили-то? Я просто... Ну, так, надо же было забаррикадироваться. Я не знаю, что я там прошел. Так. Тогда вот так. При этом, смотри, в команде соперника... У меня оружие не представляет. Просто три бойца ссас. Вот это проблема. То есть, я напомню, что бойцы, ну, типа, просто боец с флагом. Перезаряжалась? Да. Это чуваки, которые подсоединились в момент, когда уже выбор персонажа прошел. Происходит, да. У меня не переживается. Я ничего. Вне класса существует. Ну, типа того. Им дается какой-то такой универсальный класс. Вот, кстати, вот в доме был... Не ОМОН. Если бы можно было выглядывать, ну, как бы, вот из-за укрытия. Такое это... Как его стрелять вслепую? Что сейчас произошло? Вот что? Что это было? Я сейчас лихо ворвался, короче, на тросе. Ты ворвался в ночь на тросе? Антон, я прям вижу, как ты на тросе куда-то фриваешь. В окно такое. Ха-ха, блядь, пошутил. Да, спасибо, Антон. Ну и что? О, смотри, давай, давай, давай. О, да! Есть. Наконец-то. Убил кого-то. А мне прилетел фракт, ты не увидел или что? Не, я не увидел. То есть ты решил облегчить задачу? Да, я не увидел. О, все. Все хуже. А ты с ролью-то определился, Тох? С какой ролью? Ну, в смысле, ты как-то отдаешь предпочтение? Просто всем подряд тыкву пока что. Ну, окей. Эш. Я не понял, просто зачем нужна сейчас пока что веревка? Ой, колючая проволока. Да, я тоже не понял. Мне вот интересно другое. Счастливо ли она хранит или что-то? Интересно другое в этом же. Ну, на E3, когда показывали геймплей, там показывали этого, ну, например, чувака, у которого есть этот щит, который он таскает, именно не такой вот, как ты поставил, и он стоит, а который именно носит он. А даже на засадке такой нарисовал. Почему-то здесь его пока что нету. Ну, альфа. Ну, да. Тут я не спорю, но вообще интересно, сколько новых классов там еще будет добавлено, какие режимы еще ждут. Я думаю, что мало. Ну, то есть, они песочницу делают, а они там классы градят. Ну, в общем-то, да. Ну, то есть, мне кажется, фича игры, это то, что можно все что угодно рушить, откуда угодно заходить и так далее. Ну, да, это же не мобы, где там, давайте сделаем миллион персонажей самых разных классов. А заложник всегда в разном помещении, получается, оказывается. Ну, его можно перетаскивать, насколько я знаю, или выбирать, где он будет вначале. Ну, то есть, я не очень понял. По-моему, можно перетаскивать. Пошел к счету отсюда. Правильно, надо забраться. Первый готов. А что вот это? Ебать. Спасибо, Антон. Бежали. Ай-яй-яй. Вот это красиво. Ах, красиво. Фредерик. Молодец. Просто молодец. Ты с Фредериком играй? Да. Ах, ему подрезали потом. Хорошо вообще. Слушай, ну, это офигенная игра. Так, господи, а что у тебя такое за эти три штуки? Говорю, сейчас... А ты попробуй оставь вот это. Поговнят, короче, попробуют. Я так понимаю, это вот стены подрывать. А, бритчан-чарж. Так, и... Что же я делаю с этим дальше? Вот, да, физика на уровне 2000-х годов, это неправда, потому что... Ха-ха! ...тысячных годов не было тотальной разрушаемости всего и вся. Но... Я оценил ваш штуку. То, что игра пипец корявая на данном этапе, это факт. Честно говоря, по-моему, версия на E3 в прошлом году была менее корявая. А-а-а! То есть я, когда играл таких трендецов с анимацией и с глюками, не было. Все, готов. Хедшот, суки! У меня просто сейчас крак... Офигеннейший вот момент был. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Прорвались сверху наши! Причем, да, причем наши! Надо, смотри, у нас есть минимальное преимущество. Вот, кстати, все трое в одном месте. Это не очень хорошо. Не очень. Оу! Много здоровья. Ушло. У меня ушло что-то. У тебя 24%... Один, все. Скретчи. Не, ну я так скажу, в этом может быть Циммис. Вот сейчас вот я вот как-то вот уже начал понимать, в этом может быть Циммис. Но играть в это надо только с друзьями. Мне кажется, без мазы. Ну, то есть, вот это хорошо. Да, вот это вот классно. Это супер, реально. Ребята, делайте скриншоты. Да. Хардфорд в викторе. Еее! Даже выиграл. Смотри, как хорошо. Да, 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 да. Неплохо. Ладно, друзья, предлагаю, так сказать, заканчивать, чтобы вы могли пойти посмотреть наш замечательный эксперимент «Пьяные души 2». Вот. Я продолжу, извини, что я тебе это. Если что, просто чтобы мои поняли, что я продолжаю играть. Да, конечно, конечно. Антон не заканчивает, Антон продолжает играть. Он будет играть вплоть до 13-го числа, когда альфа-версия закроется. У Антона марафон. Так что все перебегаем. Все сначала смотрим «Пьяные души», потом перебегаем смотреть дальше Антона. Все в дубну, пацаны. Все, это был Павел Филюшкин, Петр Сальников. С нами по связи был Антон Воганов. Антон, спасибо, что ты с нами сегодня незримо присутствовал. Сейчас мы тебя выложим к нам на сайт. И, в общем, надеюсь, что тебе понравится результат. Будет вообще классно. Я боюсь, честно. Всем пока. Что там было? Антон, Антон, увидимся. Да, давай.